Уроженцы Железинского района продолжают поиски виновных в ошибке, которая стала роковой. История перепутанных в роддоме Ержана Куанышева и Наримана Хамитова продолжается. Мужчины, чьи судьбы были изменены невнимательными работниками роддома, а также их родители, требовали возмещения морального вреда. Чем закончился судебный процесс, узнаем в следующем материале. 8 июля 1985 в Железинском роддоме на свет появилось два мальчика, два первенца. Две радости для двух семей. 35 лет каждая из семей жила обычной жизнью, душа в душу. Хотя периодически парни слышали от знакомых и друзей режущие сердце слова «ты не похож на своих родителей». Один из двух главных участников этой истории Нариман Хамитов решил сделать ДНК-тест, чтобы успокоить всех раз и навсегда. Однако результат шокировал всех. Вероятность родства с мамой и папой, которые воспитывали его всю жизнь, нулевая. После этого обе семьи решили подать в суд на больницу, чтобы найти виновных и взыскать моральную компенсацию. Суд принял решение. По результатам рассмотрения данного гражданского дела, ввиду наличия неоспоримого факта того, что дети действительно воспитываются в разных семьях, то есть фактически они попали в разные семьи ввиду возможной ошибки, судом было вынесено частное определение в адрес прокурора Полударской области для проведения соответствующей проверки. Доказать моральный вред в большинстве случаев – миссия непростая. Необходима серьезная доказательная база, собрать которую зачастую весьма проблематично. Да и вообще, какова цена сломленных судеб? В этом конкретном случае вопрос остается открытым. Ергали Рамазанула, Ертас Ахпарат.